Ребята, всем привет! И вот настало это время, когда мне приходится снимать с искусственным светом, хотя, между прочим, сейчас только 3 часа дня, но уже на улице такая темень, что ничего не поделаешь. Так что будем привыкать снимать вот так вот, а сегодня вообще я хочу с вами поговорить о сериалах. А именно о тех сериалах, которые не только вышли недавно, но и просто недооценены, как я считаю, и может быть кто-то из вас их еще не видел. А напоследок я оставила сериал, который просто меня поразил, и я отходила от него дней 5, и не могла смотреть ничего другого, потому что этот сериал просто лучший, наверное, я сейчас даже заплачу, лучший из, ну, может быть, даже за последние лет 5, это точно. В общем, он будет самым последним, так что обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой сериал я просто настоятельно рекомендую вам посмотреть. Пожалуй, начнем с самого такого старого сериала, и я считаю, что этот сериал, он для тех, кто в себе не уверен, кто в себе сомневается, и кто хочет просто поверить в то, что, блин, внешность не важна, а важно то, что внутри, и ты сможешь сделать все, если ты будешь в себя верить и просто делать то, что тебе нравится. Как говорится... О, мой бог! Не родись красивой. Ты привлекательная, уверенная в себе, умная бизнес-леди. Мне хочется... И слишком умной. У кого ты работаешь? Я ваша новая ассистентка. И очень доброй. Красная курица на подходе. Это по работе, мы продолжим завтра. Где ты вообще ее нашел? Да, ее привел в мой отец. А, привет! Кошмарный вариант секса в большом городе. В общем, это сериал Дурнушка. Как я читала, он снят наподобие, как у нас не родись красивой, но здесь про индустрию мод и про журнал мод. В общем, очень интересный сериал. И мне безумно нравится, что там серии не очень длинные, и сам он не очень длинный, не затянутый, все прям как надо. В общем, я реально рекомендую этот сериал. Он прям суперинтересный, и я его пересматривала два раза. Далее идет относительно недавний сериал. По-моему, он вышел в том году, и скоро уже должен был выйти второй сезон, но из-за коронавируса, не знаю, как там вообще съемки идут или не идут. В общем, и Скарлетт, и Герцог. Доброе утро, сэр. Я частный сыщик, веду расследование, и если вы отвернетесь, я вам щедро заплачу. Кто вы? Скоро все узнают, что отец умер. Я не могу упустить это дело. Странно, что имя не сменило на свое. Слово «мисс» над дверью. Верный способ отпугнуть всех клиентов. Улицы Лондона уже не те, что раньше. Город изменился. Преступность, грязь. Джентльмену не пристало бегать за преступниками, это дело полиции. Вы частный сыщик? Мне пришлось брать дело в своей руке. Это сериал такой детективный, про расследование истории, но там также не без любовной линии, поэтому, если вам нравится смотреть что-то про детективные истории, и что-то, где есть романтика, а также про 18-19 век, когда люди ходили в таких красивых костюмах, кареты и все прочее, то этот сериал точно для вас. Далее, пожалуй, сериал, про который знает каждый, но не каждый его смотрел. Это «Американская история ужасов». Он лучше, чем на снимке сайта. Да, интересный дом. Если зайдете туда, вы умрете. Добро пожаловать. Дом в классическом викторианском стиле. Построен в начале прошлого века для врача, в то время лечившего кинозвезд. Интерьер потрясающий. Кстати, о прежних владельцах. Вы, как я полагаю, в курсе, что с ними произошло. Оба умерли здесь. Убийство и суицид. Мы его берем. Хорошие были ребята, те, что жили до вас. Я нашла их тела. Я настоятельно рекомендую посмотреть хотя бы первые четыре сезона, потому что они были лучшие. Потом там уже стало вкрадывать в этот сериал политика, что-то там Трамп, ЛГБТ-сообщество. В общем, после, по-моему, пятого сезона мне уже совсем не нравится. Там уже потом какая-то магия стала идти. В общем, чушь какая-то. А первые сезоны это про дом с привидениями, про психушку, про цирк с уродцами. В общем, сериал суперинтересный. Немножечко страшный, но не из-за, знаете, вот этих вот, типа, резких моментов. А просто потому, что там есть некоторые такие, типа, противные моменты, но сериал стоит того, чтобы его посмотреть. Я, как любительница Игры Престолов, не стану сейчас вам советовать Игру Престолов, потому что, мне кажется, это смотрели все, но посоветую что-то подобное. Это сериал Последнее Королевство. В чем дело? Корабли! Я их первые с берега заметил! Чьи они? Данов! Когда-то мы были королями. Наши предки захватили эту землю и удобрили ее своими костьми и кровью. Теперь ты новый наследник Бабанбурга, и ты сложишь за него голову, если потребуется. Да, отец. Это что, ад на земле? Если мой брат погибнет в битве, мальчишку придется убить. Боже, милостивый, жалься над нами и пощади народ Англии, сражающийся во славу твою. Не оставь нас. Не оставь Англию. Нет! Там снимаются очень симпатичные люди. Что важно. А также это сериал про немножко викингов. Такое, знаете, время войн, время завоеваний. Там меньше политики, чем в Игре Престолов. Больше войн, больше всяких там развитий отношений между людьми. Так что, если вам просто нравится Игра Престолов, но я знаю, что многие ее не смотрели и не любят, потому что много политики, разговоров и всего прочего. Если вам хочется больше действовать, то Последнее Королевство для вас. Все еще давайте продолжим что-нибудь связанное с королевствами и перейдем к сериалу, который является просто атмосферой Нового года для меня. Это «Однажды в сказке», потому что я нашла этот сериал, когда приехала домой после первого курса. Он шел по СТС по утрам, его крутили постоянно, и я его смотрела все это время, пока была дома. Все, что вам дорого, все, что всем вам дорого, вы потеряете навеки. Вы МСОН? Да, а ты кто? Меня зовут Генри, я ваш сын. Нашим стражем, вечным стражем, станет время, оно замрет, и мы начнем страдать. Нашей тюрьмой станет место, где все, что мы так любили, все, чем дорожили, отнимут у нас. Где страдания будут вечными. И счастливой будет только королева! «Однажды в сказке» — это сериал про всех дитснеевских принцесс, про королев злых и не только, про отношения, очень красивые отношения между разными людьми, как это все завязано. В общем, сериал супер длинный, там много серий, порой затянуто, но знаете, как включить что-нибудь на фон, просто идеально подойдет, и он даже такой семейный, я бы сказала. Поэтому, если у вас там есть младший брат или младшая сестра, и вы хотите как-то проводить время вместе, то можете посмотреть этот сериал, а вообще он также прекрасно подойдет для того, чтобы просто что-то ставить на фон. Переходим к следующему сериалу, который я посмотрела вот буквально на днях, это «Ход королевы». Мужчины захотят всему тебя научить. Это не значит, что они умнее. Пусть у тебя в одно ухо влетает, а потом иди и делай, как сама считаешь нужным. Когда-нибудь ты останешься совсем одна. Так что научись сама о себе заботиться. Расскажи читателям «Лайв», каково это одна девушка среди стольких мужчин? Да ничего такого. Шахматы не всегда состязание. Шахматы могут быть... Искусство. Это сериал про девушку, которая осталась одна, ее отдали в детдом, и там она полюбила шахматы. И рассказывается про ее жизненный путь, что происходило, как она вообще развивалась в них. Он достаточно короткий, и чтобы не спойлерить, просто говорю, если вам хочется посмотреть про шахматы, и мне кажется, это, знаете, тот сериал, который замотивирует вас узнать про шахматы больше, потому что, по крайней мере, меня он замотивировал, а я шахматы не очень люблю. Так что, вот, именно для этого сериал прям подойдет отлично. Еще один сериал, который я посмотрела недавно, это «Проклятое». Это сериал про, знаете, таких сказочных существ, про то, как с ними борются люди, атеисты, и наоборот, христиане. Они отняли у нас все. Потому что магия у нас в крови. Наша цель — уничтожить всех Фейри. Это война, а на войне не бывает пощады. Положим им конец. Мама! Есть кое-что. Что ты должна сделать? Отнеси это Мерлину. Я обещала ей. Артур. Сериал про любовь, про защиту своей позиции, про защиту своих родных. И там в главной роли девушка, которая играла главной героиню в «13 причин почему». «13 причин», «13 почему», «13 причин почему». Такой сериал я забыла. Вот, это главная актриса. Сериал мне понравился. Будет второй сезон, это 100%. И там есть один актер, один герой, который играл плохого, а потом он стал хорошим. Но мне он сразу понравился, и я сразу же знала, что он станет хорошим. Поэтому я очень жду продолжения сериала, чтобы посмотреть, что там будет твориться дальше. Короче, сериал короткий и крутой. Так что у вас точно на него найдется время, и я вам его прям рекомендую. Ну и самый-самый-самый лучший сериал всех времен, который... Ладно, не всех времен, но, по крайней мере, этого года так 100% это «Н с двумя Н». «Ахм-хм» 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 Боже, это такой сериал, вы просто не представляете. Он и про семью, он и про любовь, он и про школу, он и про развитие, про стойкость характера. О, господи, это самый лучший сериал, который я смотрела. Я его просто рекомендую посмотреть всем обязательно, стопроцентно. Просто это искренний, чистый, душевный сериал. И девушка главной героини там безумно красивая, безумно искренняя и просто как лучик света. Реально, просто сериал замечательный про то, как двое пожилых людей, брат и сестра, усыновили девочку из детдома. И как у них складывались отношения, как у нее складывались отношения в школе, с подругой, с мальчиками. В общем, это просто... Если вы чувствуете себя плохо, если вам кажется, что все плохо, то посмотрите этот сериал. Я прям рекомендую и знаю, что он поможет, потому что мне помог. Это были все сериалы на сегодня. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И вы можете рекомендовать сериал, который нравится вам сейчас в комментарии. Также просто оставляйте свои любые комментарии, мне будет приятно почитать, а еще будет приятнее ответить. Поставьте палец вверх, подпишитесь на меня и увидимся с тобой в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok